Всем добрый день! Спасибо, что дружно собрались. Мы проводим сегодня достаточно серьезные, как это принято называть, мероприятия. Тему вы увидите в режиме круглого стола. Проводим в стенах Казанского федерального университета. Я надеюсь, что все присутствующие понимают, в чьих стенах мы находимся. И я хотел бы сейчас для приветствия передать слово ректору Казанского федерального университета Ильича Травкадычу Кафуру. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые наши гости. Первым, когда выступаешь, всегда то микрофон зимит вам, зато другие, я думаю, выступающие будут легче. Наверное, все мы с вами буквально в ежедневном режиме становимся свидетелями кардинальных изменений, которые происходят в мире. Трудно оставить тот факт, что многие конфликты сегодня пытаются окрасить конфессиональные цвета. Поэтому хотелось бы разобраться в причинах, мотивах этих конфликтов, которые затрагивают политику, экономику, духовную жизнь в многих регионах нашей планеты. Да, наверное, и каждого из нас. За короткий период очень многое измерение произошло даже за последние 3-4 месяца. Понятно, почему в одних обществах, например, в странах высшей Югославии, они имеют характер не заживающей раны. Я скажу, у нас, в Татарстане, уже на протяжении нескольких веков совместное проживание представителей различных конфессий. Не только не омрачено, слава Богу, сколько-нибудь серьезной конфронтации, но, напротив, проникнуто взаимоуважением и, как следствие, внушительным числом смешанных даже брак. Тем не менее, у нас возникают вопросы, связанные, например, с социально-культурной адаптацией мигрантов из различных регионов нашей страны, да и из дальнего зарубежья, а также с проникновением радикальных идей, прежде всего, в молодежных средствах, как наиболее восприимчивая часть нашего общества. На сегодняшний разговор мы пригласили представителей законодательной области, средств массовой информации, академического сообщества, духовных наставников. Позвольте представить наших гостей, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстана, что немаловажно, допуститься отделения журналистики Казанского университета Рима Атласовна Радникова, Минтрополит Казанский и Татарстанский ФИАПА, председатель по полному управлению мусульман Республики Татарстан, для нас большая честь, честь и граждан, для всех нас, обычных людей, властителем душ, является сегодня не только интернет, но и наш с вами голубой экран. И я рад тому, что на наше приглашение отозвался генеральный директор телерадиокомпании ТНВ, тоже, кстати, нахуй присутствует, как у нас сегодня, и сегодня он предстанет непривычной для себя роли. Обычно он берет у людей интервью, а здесь он будет в качестве эксперта и человеку, которому будут брать интервью, я думаю. А в качестве модератора сегодняшней встречи я бы предложил известного нашего журналиста и со вчерашнего дня, насколько я знаю, обладателя высокого звания почетного члена общественной палаты Республики Татарстана Юрия Краковича, Мы также пригласили в качестве эксперта по актуальным вопросам наших коллег, я хочу их также представить, они находятся в зале, это заместитель руководителя аппарата президента нашей Республики и руководитель департамента внутренней политики Александр Михайлович Терентьев, который неизменно бывает всегда участником всех наших событий. Вот видите, когда я не называю выпускника университета, это уже становится плохой вещью моей встречи и обидой. Тоже выпускник нашего университета, что очень приятно. И остальные тоже все будут нашими выпускниками, поскольку они находятся в зале, я просто позволю себя с ними ознакомить. Заведующий кафедрой религиоведения Института социально-философских наук и массовой коммуникации Лариса Сергеевна Астрахова, она тоже в первософствии, за кафедрой конфликтологии того же Института Андрей Георгиевич Баршаков, также директор Института международных отношений и истории востоковернения Рамиль Равилович Терентьев. Александр Георгиевич Баршаков является политологом, Рамиль Равилович является историкой, то есть вот все представители экспортного нашего сообщества, они представляют хоть и иногда и те же институты, но занимаются чуть разными вопросами. Уважаемые коллеги, хотел бы особо подчеркнуть, что участие в сегодняшнем мероприятии руководителей двух крупнейших конфессий, оно не случайно. Наши республики являются ярким примером многовекового добрососедского проживания представителей различных религий и культур. Ценность такого опыта в условиях на наших глазах, меняющейся миропорядкой, конечно же, неоценима. Поддержание такого высокого уровня межконфессионального согласия достигается многими факторами. Несомненно, одним из них выступает соответствующее воспитание. Данные компоненты являются неотъемлемой составляющей миссии университета, как фундаментального социального института. Нынешнее турбулентно меняющееся время это приобретает еще большее значение, и, наверное, многие вопросы здесь будут обсуждаться и в этом формате. Поэтому и духовные лидеры, и светские педагоги, несомненно, с моей точки зрения, должны нести свой вклад в это благородное дело. Порок и тому многовековой опыт отстаивания религии, вечных нравственных ценностей, идеалов, добра, делосердия, человечности, духовности, постоянное стремление подвергнуть душу человека к соприкосновению с высокими мирами, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Казанский университет проводит сегодня достаточно большую работу по вопросам межконфессионального и межрелигиозного взаимодействия. В 2014 году на Бажевого университета был создан экспертный совет по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам. На различных мероприятиях освещаются процессы, характерные для жизнедеятельности мусульман и православных республик, их взаимодействия между собой и с другими конфессиями и атеистиками. Одними из важнейших задач экспертного совета при университете является отслеживание обстановки в республике Татарстан, связанной с взаимодействием основных конфессий, а также предложениями для органов власти и силовых структур о недопущении действий на территории республики различных религиозных и псевдорелигиозных сект, экстремитских групп и организаций религиозной направленности. В Институте международных отношений и истории востоковедения успешно действует Международный координационный центр исламиков, возглавляемый авторитетным отечественным ученым, член-корреспондентом РАН Виталием Наук. В 2014 году в университете открыт ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования. Важнейшей его целью стало объединение образовательных, научных и методических ресурсов Российской Федерации в области исламского и исламоведческого образования в единую информационно-образовательную среду, обеспечения взаимодействия религиозных и светских институтов и научных школ. Данный ресурсный центр сегодня финансируется по рене федеральной цельной программы. Стала поставлена практика подготовки и повышения квалификации имамов на базе ресурсного центра и центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма в полении Дома Республики Татарстан. Большую роль по выявлению литературы с псевдорелигиозными и экстремистскими содержаниям проводит сегодня Казанский межрегиональный центр экспертиз, который тоже находится в поклонах нашего университета. Университет постоянно выступает площадкой для проведения крупных международных и российских мероприятий, которые затрагивают и освещают вопросы, связанные с пополной жизнью людей, их религиозными практиками, формируют пути и методы достижения конфессионального согласия в республике. Есть и другая причина присутствия наших уважаемых конфессиональных руководителей на университетской площадке. Известно, что светское и духовное образование дореволюционной России не отделялись практически друг от друга, непреодолимыми преградами. Поэтому традицией Казанского университета было тесное взаимное сотрудничество с духовно-образовательными учреждениями. Вращающийся к тому напоминание – это Казанская духовная академия, профессора которой одновременно трудились и в университетских аудиториях, в то же время и среди преподавателей академии было немало мерять с учеными степенями и с радими сотрудников Казанского императорского университета. Сегодня Казанский университет, федеральный наш университет, делает себя для восстановления этой традиции, этому отвечает доведение до полного цикла – это уровня образования, бакалаврия, магистратуры, аспирантуры в направлении религиоведения, открытие подготовки по христианской и исламской теологии, насыщение религиономическими компонентами ряда исторических, философских, экономических, правоведнических направлений подготовки, создание ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования и планируемое открытие Центра Ортодоксия в области изучения христианства, открытие специальности религоведения, философии религии, Диссоветия по философским наукам при Казанском федеральном университете. Такого рода инициативу получили поддержку группировки конфессии нашей республики в виде соглашения о сотрудничестве между нашим федеральным университетом и образовательными учреждениями основной конфессии, которые находятся на территории города Казани, нашей республики. Новым шагом в расширении взаимодействия между наукой и религией стало принятое недавно решение Миноборнауки России и включение специальности теологии в номенклатуру научных специальностей. Оно вызвано необходимостью обращения к идейному и культурному наследию мировых религий, которая объективно обусловлена возрастающей ролью религии и церкви в жизни общества и каждого из нас. Теологические исследования направлены на анализ и интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни и их соотношения с нормами конкретной религиозной традиции. В фокусе понимания ученых-теологов это источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы, религиозные организации, ее культурное наследие. Позвольте выразить, уважаемые коллеги, надежду, что наши встречи вот в таком формате, а хоть и первые, но не последние. Традиции таких встреч, я надеюсь, будут крепны, ведь они служат достаточно благородному делу, воспитанию новых поколений, образованных, патриотически настроенных, просвещенных, вопросов религий граждан нашей страны. Я думаю, будут способствовать достаточно мирному проживанию всех людей на нашей территории. Спасибо большое, надеюсь, что разговор будет интересным, актуальным и таким достаточно открытым. Спасибо большое, сейчас передаю слово модератору. Продолжение следует... Спасибо большое. Ну, в общем, картина обрисована, да, я так понимаю, что все внимательно слушали. И мы сейчас переходим ко второй стадии нашего общения, и я рассчитываю на то, что вы послушаете представителей духовенства, представителей светской власти, представителей той власти, которую принято называть четвертой, я имею в виду генерального директора телекомпании нашей ведущей, татарстанской. Что особенно интересно, подготовьтесь, пожалуйста, потому что мы же понимаем, что телевизор в наше время это почти все. И вот как он формирует наши нравственные устои, на что он нас ориентирует, этот обобщенный телевизор, конечно, очень интересно было бы послушать. Сказать честно, я бы предпочел посадить здесь рядом с Эльшатров-Катчем еще и Эрнста, но я думаю, посадим, и придет время, и даст Бог. Ну да, это тоже хороший вопрос. Это тоже хороший вопрос. Я предлагаю следующую схему, или следующий алгоритм наших контактов, нашего обсуждения. По старшинству я, конечно, хотел предоставить первое слово «даме», пытавшись быть галантным, но не получилось. Я лучше подведу итоги, намекая на то, что она не дама, а власть вообще на самом деле, в Советском Государстве. Таким образом, мы начнем все-таки с представителей конфессии. И по старшинству я бы хотел... О чем идет речь? Я попрошу вас в формате буквально трех-пяти минут выразить свое отношение к тому, что сейчас происходит в нашем обществе. Еще раз, какими нравственными ориентирами мы руководствуемся? Насколько совпадают эти ориентиры у представителей старших поколений и у молодежи, которые составляют большинство в этом зале? Есть ли вообще такие ориентиры? Или мы дезориентированы в какой-то степени? И если мы дезориентированы или часть общества дезориентированы, что необходимо сделать для того, чтобы все-таки мы получили какую-то базу, вернули себе какие-то устойные расы, от которых зависит развитие общества во всех сферах, как мы понимаем, в экономической и в научно-технической, как говорили в свое время, в научно-технической прогресс не остановим, ну и так далее. Поэтому, с Вашего позволения, Владыка, может быть, давайте мы все-таки с Вас начнем? Плохо. За три минуты. Скажет, что Вы даже вводны условия. Нет, ну, Слово Божье простирается, может простираться гораздо дальше, чем за три минуты. Кто же Вас остановит? Ваш пресс-мещат. Сердечно благодарю ректора в первую очередь, потому что мы находимся здесь, на его территории, модератора за предоставленное слово. Я рад приветствовать моего собрата Муктия и всех здесь собравшихся, и в первую очередь студентов, потому что все мы и седобласы, и с блестящими головами, с умными, для этого и собрались, чтобы нащупать истину для молодежи, для нашего будущего. Ну вот, вопросы, которые Вы поставили, они, пожалуй, самые главные. Ориентиры. Ориентиры нравственного порядка. Посмотрите, что происходит, что нам преподносит средство массовой информации. Какие сюрпризы? То, сын у нас, к сожалению, в Казани жестоко убивает мать. То, девочка 15-летняя со своим другом убивают отца. То, вообще, отец убивает детей своих. Жену, мне кажется, мать. Какой-то разгул, зверство. Что вообще происходит? Вот Вы сказали о ориентирах. Великого сожалению, последних два десятка лет, даже с больше именно это и случилось. Подмена ценностей. Подмена ценностей. Подмена смысла жизни как такового. А отсюда уродливые явления и в религиозной сферы, такие как идеи. Потому что, что случается? Внутренняя сущность человека осталась неизменна. Нам кинули клич. Ты все можешь, ты все должен. И средства, которыми ты будешь достигать этого все, они не имеют значения. И в том числе, нравственного порядка. И вот это стремление. Вот там где-то на вершине, примерно где лёвочка нарисована, символ республики. Посмотрим туда, как бы мы пошли к тому центру. Что же там стоит? То, что называется золотой телец. Богатство. Хорошо. Но богатство. А что даёт богатство? Смысл такой достичь этого богатства? Накопительная сущность. Миллионы, миллиарды. Что мы получим? И что самое порочное, я бы сказал, низменное получается. Через богатство к удовлетворению своих прихотей. Ещё раз повторяю, своих прихотей. И самых низменных, чувственных наших инстинктов. Обратите внимание, то, что нередко звучит «золотая молодёжь». В чём же это золото этой молодёжи? Это гнилые попойки. Это грязные тусовки. Это различные корпоративчики, о сути которых стыдновато говорить. Ну, а здесь я прям сейчас к нашему собрату-носителю средств массовой информации «Голубому огоньку». И здесь как раз очень много вот таких ложных посулов как раз и даёт телевидение. Телевидение как воспитатель. Вы посмотрите, давайте мы проанализируем программы телевизионные. Что мы увидим? Я как-то возьму и пощёлкаю. На центральных каналах кровь, банда, то там какие-то петербургские разбитые фонари. Да. Но самое главное туши разбиваются. И что характерно, вот пропаганда насилия, она становится некой героикой. Пусть даже где-нибудь хороший полицейский или наоборот бывший полицейский начинает за правду бороться, но всё равно мерами зла. Через кров, через насилие, через слёзы, через смерти. И опять я возвращаюсь к ориентирам. Помните, как в местах там заблудились мы, сбились дороги и не знаем, куда идти. В чём суть вообще религии как таковой? Суть религии – это веками, тысячелетиями выработаны нормы взаимоотношения и между людьми, и между Богом для людей верующих. Но, как бы мы ни говорили, всё-таки человечество, докажите мне, здесь, в этом зале, любой философ, атеист начинает спорить. Человечество исторически не помнит себя без религии поздно. Это памятники, которые остались нам археологические или архитектурные, или же письменность, или же предания. Это постоянное свидетельство. Так вот, я говорю, сломаны вот эти реперные точки и нередко искусственно. Что происходит особенно на Хвалёном Западе? там вне, там, говорят, вне христианская жизнь начинается, вне религиозная. Это провозглашённое направление. А с другой стороны идёт возрождение потребность в религиозной жизни. И здесь уже получается столкновение цивилизационного характера. То, что происходит сейчас. Я многие годы жил и работал на Ближнем Востоке. Я работал в Египте, в Сирии, в Ливане, искресил всю Африку. И мне припоминается, я в любое время дня и ночи вот так в деянии православного священника мог идти, не опасаясь за свою жизнь, что какой-то экстремист, террорист на меня нападёт. И что получилось за каких-то последних десять лет, даже меньше? А искусственно навязанное неге противостояние религиозного конфессионального характера, умело подогретые с посулами иной красивой жизни свободной и демократической. Нарушили тектонические сдвиги получились, потому что возьмём арабский мир. Он жил, развивался и сохранялся укоренённый в своих традициях. Когда ему искусственно постарались вынести некие ценности иного характера, то случилось полное смятение, случилось некий разлад с исторической данностью, укоренённостью народа в религиозной, исторической, философской, национальной своей культуре, с привнесением внешнего человечества. Человечество стоит сейчас перед очень опасной чертой. Да не стоит, а уже столкнулось. Цивилизационный характер противостояния. Ещё раз повторяю, не оговорился. Цивилизационный, а это очень опасная вещь. Потому что никогда Восток не примет нормы жизни западных цивилизаций. Совершенно иной менталитет, иная историческая сущность, иная религиозная составляющая. И вот этот ад в какой-то степени искусственно создаваемый кому-то может быть выгоден. Почему я говорю здесь в нашей аудитории? Потому что видя, что происходит там, мы ни в коем случае не должны наступать на грабли здесь у нас в стране. Я вот сижу сейчас рядом с мукти и вообще встречаюсь с мусульманами. Я всегда говорил и буду говорить никогда ни при каких условиях не поставлю знак равенства между верующим мусульманином и террористом и не позволю своим ставить такое знак равенства, потому что это бесчестно. Но с другой стороны нет более врага для мусульман, чем вот эти террористы, которые под лозунгом ислама творят вот эти беззакония и жестокости. и вообще я бы почаще хотел встречаться с мусульманами прям непосредственно не только здесь, а где-то в общинах. я не против чтобы и у нас были такие встречи с мухтием. Почему? Потому что мы две религии. Мы имеем основополагающие моменты, которые нам помогают быть вместе. Первое. Мы верим в единого Бога. Мы верим в Бога как Творца и Создателя. Мы верим в бессмертие души и верим то, что мы будем отвечать за прожитую жизнь нашу здесь. И вот это очень важный фактор. Значит, эти основные пустулаты они более важны, которые нас объединяют с сегодняшним лукавом нередко развращенным в мире. Я не говорю сейчас о нашей аудитории, о Татарстане. Я говорю в целом геополитическое состояние, которое происходит. Я смотрю, уже на меня смотрит модератор, но потом буду отвечать на вопросы. Поэтому вот это в какой-то степени преамбула к нашему разговору. Еще раз повторяю, да, у нас реперные точки затерты. И особенно у нас в связи с тем, что сто лет религиозная часть с каленым железом вытравливалась. А на этом месте нередко вырастали лже-религиозные ценности. Но каким был тоже атеизм? религия. Кто-то со мной сейчас начнет спорить, пожалуйста, публично. Атеизм это религия. Спасибо. Спасибо. Я так полагаю, что сегодня может положиться начало новой традиции. Вы выступали, сказали, что вы не проще были бы чаще общаться с мусульманами в их общинах, в каких-то там фрагментах, я не знаю, как это точно назвать, вон. И если Камил Хазад, которому я сейчас предлагаю выступить, со своим видением подтвердит, поддержит вашу инициативу, ну, что будет? Новые традиции. Хорошо, вы. Приветствую всех присутствующих. Для начала хотел бы благодарить Владимир за теплые слова, то, что вы четко прочертили грамм между терроризмом и истинным исламом. И для начала хотелось бы вспомнить слова великого татарского богослова Резиддина Фахреддина. Он сказал воспитание без религии это отсутствие любого воспитания. Если нет религии, то воспитания нет. Что может человеку заставить совершать грех и преступление? Только вера в отчет. Если человек не верит, то нет такой силы, которая бы его отстранила от чего-то плохого. Даже закажем человеку нужно будет поставить полицейского, и за этим полицейским тоже нужно будет поставить еще полицейского, потому что они тоже будут. И хотелось бы сказать вам, привести пример из слов пророка Мухаммада в одном из своих изречений он дал наставление молодым людям и сказал, что умеет ценить пять вещей, пока не пришло следующих пять. Первое умеет ценить свою молодость пока тебя не настигла старость. Умей использовать свою молодость. В другом изречении говорится «Хайру шабабикум анташапага бибуликум ва шапру анташапага бишабабикум». «Лучше из вас молодой тот, кто подобен старцу, но худший из вас старец тот, кто пытается уподобиться молодым». То есть прекрасен тот молодой человек, который понимает, что придется подержать отчет и в своем поклонении он подобен старцу. Но неприятно смотреть на того старца, кто пытается перегнать молодых в грехе. Это первое. «Умеет ценить богатство, пока тебя не настигла бедность». Умей ценить. Умей ценить богатство. «Умей ценить свободное время, пока тебя не настигла занятость». То есть умей ценить вообще время. Не воруй ни у кого время. Если я сворую у вас какую-то вещь, я смогу ее вернуть. Но если я сворую у вас полчаса или час вашей жизни, то я уже никогда не верну. Самое дорогое из материальных вещей сейчас, что у нас есть, это время. И четвертое, здоровье, пока не пришла болезнь. После того, как придет болезнь, уже нет смысла. И уметь ценить свою жизнь, пока тебя не настигла смерть. Такому же смыслу не будет. И сегодня мы также сказали, что в мире есть современные вызовы, это очень страшные вызовы, в частности, ИГИЛ, или на арабском языке его вызывают ДАИШ. Это болезнь, это некий червь, который разгрызает сердце человечества изнутри. И вот буквально вчера я прочитал один красивый пост, и он написал шейх Хабиб Джифри, это очень известный, популярный мусульманский проповедник. Но он популярен для арабских стран, и его стало актуальным. Он сказал, никогда не говори, что сулмит убил шиита. И не смейте говорить, что шиит убил сулмита. А скажи, преступник убил человека. Об этих людях, об этой заразе и болезни нас предупреждал пророк Мухаммад, и в этих изречениях подчеркивается, что они не имеют отношения к исламу. Они не имеют отношения к этой религии. И хотелось бы привести один, два, даже два реваята. Первый реваят его приводит Муайм бин Хаммад, это учитель шейха Бухари, в книге Китабу Аль-Фитан, книга о смутах, под номером 372. То есть это изречение. И он говорит, когда вы увидите черные флаги. Придет такое время, и вы увидите черные флаги. «Принимите к земле и не двигайте ни ногами, ни руками». То есть не идите в их сторону, не помогайте, не участвуйте. То есть ни в коем случае. Затем появятся слабые люди, слабые своей натурой. Такие люди, которым никто не поднял никакого значения. То есть они не смогли реализоваться в этом мире, ничего у них не получилось, и они пойдут за ними. В некоторых книгах мы находим такое очень интересное изучение, что по отношению к этому миру есть четыре категории людей. Есть двое, которые любят этот мир, есть двое, которые ненавидят этот мир. Двое из них, то есть один любит и ненавидит ради Творца, и вторая часть любит и ненавидит ради своих страстей. То есть мы часто видим очень много людей, которые любят этот мир ради своих страстей. Их большинство. Эта любовь не принимается Господом. Есть те, которые любят этот мир из-за того, что видят, что здесь мы можем заработать довольство Господа, и любят Его. Из-за этого эта любовь принята. Есть человек, который ненавидит этот мир из-за того, что он его отвлекает от Творца, и эта ненависть, она тоже принимается им. Но есть человек, который ненавидит ради своих страстей. Например, скажем, попал в тюрьму, не получилось что-то, и он начинает проклинать эту жизнь, проклинать всех. Почему? Из-за сильной любви. Он пытался уходить этот мир, пытался поймать его, но как вода он выходил между пальцами. И это похоже на медведя, который пришел к виноградчику, прыгал, 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 не смог достать, сказал, говорит, фуга, кислый. И дальше в этом хадисе говорится. Их сердца, как кусочек железа. Вы видите, что они делают за людьми, что они делают за женщинами. У них будут притязания на государственность. Для этого не было такого. У них будут притязания на государственность. И они никогда не будут держать своих слов и соблюдать договоры. Осмавум куна, их имена это кунья, прозвище Абу Али, Абу Бакр, Абу Идрис и так далее. Уанис Батум Кура, продолжение их имени, это будет местность, откуда они вышли. Это Ашами, Аль-Багдади, Ашишами и так далее. То есть о них описывается. Дальше есть другое хадис, другое тречение. Дальше там говорится, что Их волосы будут длинными, распущенными, как у женщин. То есть разве не о них здесь говорится? В другом хадисе в Бухарии, сборнике Муслим, приводится о том, что пророк С. Аллаху Алисам сказал «В последнее время уйдут люди, молодые годы, глупцы, глупцы, они будут использовать хадисы пророка. Они будут читать Коран, они будут читать Коран, но Коран не будет спускаться ниже их глотки. И они будут вылетать из религии ислам, подобно тому, как стрела вылетает из лука. Они будут вылетать из религии. То есть у них не будет отношения к нашей религии. Может быть они будут, как волки в овечьих шкурах, прятаться за лозунгами этой прекрасной религии, но отношений у них не будет. Поэтому еще раз благодарю Владимиру, чтобы разглядели именно вот этот нюанс. Думаю, что все и дальше будут понимать, что у них нет отношения к нашей религии. И дальше говорится, что место их – это только вода. В другом изречении их пророк назвал Келябуджеранном. Выйдут такие люди, и они будут адскими собаками. И когда вы их найдете, то уничтожайте. Это изречение приводится в сборнике Бухари, самый достоверный сборник после Корана. Поэтому эти вызовы есть, они существуют, мы их не можем отвергать. Но нам нужно заплатиться, быть вместе, повышать свою образованность. И тогда по воле Господа нас никто не собьет. Салам алейкум. Спасибо. Я думаю, вы согласитесь со мной, что очень афористично все было сказано, очень поучительно. Маленький уточняющий вопрос, если позволить. Может быть, я даже выражу чей-то вопрос, не высказанный из зала. Но мы еще перейдем к вопросам из зала. Вот судя по тем высказываниям, которые вы привели из священного писания, в общем, это готовый сценарий. Все было описано, как появятся вот те люди или те существа, которые сейчас называют Таиш или Игил. А не сказано, чем они кончат. Если уж было предсказано их появление, вплоть до описания внешности. Может быть, там уже и предначертано, чем они закончат. Я не знаю, что это очень длинный. Дальше говорится. И придет время, когда между ними начнутся разногласия, и они будут друг против друга. И затем Господь покажет 10-ю там трону пожилой. Огромное спасибо за уточнение. Вот теперь я понимаю, что дьявол, конечно, силен, но силы света, добрые силы, в конце концов, победят. Но это нас не должно успокаивать. И вот тут несколько было инвектив в адрес обобщенного телевизора. Я тебя понимаю, конечно, но частично хоть попробуй оправдаться. Вот-вот, я, честно говоря, очень боялся, что я... А, подиточку, что ты, Камера Заразович, еще хотел добавить. Забыл упомянуть о предложении Владыки по поводу встречи. То мы, конечно, рады такому предложению. И мы за любое сотрудничество готовы. Речь идет не только декларировать на различных круглых столах. Ясное дело, мы понимаем друг друга. Мы вместе. Но так, чтобы мы в общинах общались, еще раз почувствовали, что мы вместе. Что мы вместе на пути к добру. И мы вместе противостоять злу. Спасибо, огромное. Спасибо, это заслуживает аплодисменты. Ну, а теперь генеральный директор ценной компании. Посмотрим, заслуживает он аплодисменты или нет. Понятно. Вы сразу поставили меня в неудобную позицию, что я должен оправдываться. И я сразу подумал, а что тут меня сразу записали в адвокаты дьявола. И теперь я должен как бы пытаться ввести на свет. Судьба такой? Речь идет не клапка от личности, а конститута. Ну, я же там работаю, понятно. Значит, ты служу. На самом деле, я уже привык к тому, что очень часто говорят о том, что во всех наших винах, я веду нравственных винах, вина в это телевидении. Но, слава Богу, слава Аллаху, сейчас ситуация меняется. И вы сами знаете, что сегодня происходит, ну, я бы сказал такой, коренной злом все системы средств массовой информации. Вот мы все сейчас являемся его свидетелями. Все. Понаполе средств массовой информации как институтов, а институты предлагают себя средства изготовления информации, какие-то как типографии, нам, я не знаю, там, средства телекомпании, где стоит дорогостоящая оборудование, которую ни у кого нет, средства доставки сигнала, там, это многочисленные трансляции, тарелки и так далее, и так далее. Все эти институты средств массовой информации уходят в прошлое. Сегодня мы наблюдаем процесс взрывного роста средств массовой информации, так называемых, не институциональных. То есть любой человек, сидящий здесь в зале, является сам по себе средством массовой информации. Это первое. Поэтому, если уж мы все тут адвокаты, кого-то там, то именно все. Почему это происходит? Да потому что сегодня мир стал настолько информационно насыщенным, и возможности интернета сделали из каждого человека и средства, и способ доставки, и способ формирования аудитории. Сегодня любой молодой человек, сидящий в зале с айфоном, может заменить себе вполне целую телекомпанию. И один молодой человек из программы 100-500, не буду сегодня говорить о том, насколько это, так сказать, духовное средство массовой информации, набирает миллионы просмотров у себя в интернете. Вы знаете, может быть, молодой узнает эту программу, 100-500. Причем там, с соответствующего содержания, с матом и так далее, и так далее. Миллионы просмотров являются реальным конкурентом официальных средств массовой информации. Вы уже недавно пригласили на целый телеканал для того, чтобы там ввел программу. Поэтому, сегодня сидящий здесь в зале молодых людей, мы знаем последние данные статистики, они все меньше и меньше обращаются к официальной источнике информации. Они все меньше и меньше смотрят телевизор, уже практически не читают газет. Поднимите руки, кто читает газеты. Я все понял, да. Я все понял. Но вы это можете не понимать, да, я. Мы читаем, да, я. Я просто хотел бы даже спросить. Но подняла, ну, из всего, 200 человек сидит в зале, 10 человек подняла руки, кто читает газеты. То есть все. Поэтому, я всегда говорю, наступает такая важнейшая битва контентов. И в этой битве контентов участвует, в том числе и мы. Сегодня победит кто, кто предложит тот контент, который нужен аудитории, который ищет аудитории. Неважно, какие средства доставки. Мы все скоро начнем работать в интернете. Мы все будем работать на любых платформах. IP-телевизор, другой телевизор, третий, пятый, цифровой и так далее. Уже не вас на платформах. Уже нет монополии на средства доставки информации к людям. Поэтому мы собираемся пороться контентом. Что касается обвинения в адрес средств массовой информации, и в частности телевидения. Да, это надо признать. Телевидение для того, чтобы достичь наибольшего рейтинга, других способов нет. Оно использует, эксплуатирует базовые инстинкты человека. Эти инстинкты вы знаете. Инстинкт самосохранения. Самый главный инстинкт. Поэтому очень много криминальных программ на телевидении. Инстинкт продолжения рода. Даже продолжать не буду. Инстинкт доминирования, который есть у человека. И так далее. Да, конечно. Но телевидение поставлено такие экономические условия, что сегодня оно для того, чтобы завевать наибольший рейтинг, использует особенно многие центральные каналы. Программу называть не буду. Коллектор учебник не буду. Да, конечно, они используют это. Но и в этой области происходят перемены. Я заканчиваю. То, что было в 90-е годы, чем мы занимались в 90-е годы, снимая все подряд и показывая все подряд, и не имея никаких практически ограничений, вспомнить то, какие программы тогда были там. 600 секунд, вспомните, кто еще помнит там. Такую программу. Что они тогда показывали? Как они показывали поступить? Все-таки постепенно средства массовой информации меняются. И постепенно социальная ответственность тоже является одним главным принципом деятельности с Москвой. Конечно, не всех. Но я хочу сказать, что я всегда, я всегда, я говорю, я всегда говорю, телевидение – это не самодостаточная и, как говорят, не отдельно стоящая структура. Это всего лишь зеркало. Если вам не нравится, что там показывают, посмотрите сначала на себя. Спасибо. Большое спасибо. У нас достаточно много времени. Мы уже отвели вот на обоснование различных точек Зинина. Но я думаю, коллеги, я называю вас всем коллегами, вы меня поймете, нас, вернее, поймете. Без этого, наверное, трудно было бы плодотворно вести диалог, множественный такой в режиме вопросов и ответов. Но, как коллега-коллеги, вот я должен сказать, да, Эджату Юносовичу, интересное наблюдение. Посмотрите, вот я во многом согласен с тем, что он говорил, но первая позиция – все пытаются, или многие получили возможность уподобиться творцу, да, возможность интернета, возможность самим генерировать контент, генерировать поток. И многие из них оказались лишены нравственных тормозов и генерируется дьявольщина, да, выражаясь языком, да, духовенства. Следующая, последняя фраза. Я просто пытаюсь, чтобы вы были готовы к некоторым вопросам. На чем закончил, уважаемый генеральный директор телекомпании, это даст новый век. Телевидение – это зеркало, да, не хочешь не смотреть. Это очень распространенный тезис, но этот тезис, с моей точки зрения, тоже есть некая подмена. Потому что если тебе из 90% контента предлагается одного содержания, на самых доступных носителях, и 10% предлагается другого содержания, очень легко сказать – возьми и выключи. Скажите, это 45-50-летним домохозяйкам, которые в основном сейчас и смотрят телевизор, как показывают социологические опросы, куда же она его выключит? А она потом на племянниц, на племянников, на детей. То есть, дискуссионный, скажем так, тезис, я думаю, вот здесь есть над чем поговорить. Если бы нас сейчас вдвоем оставили с телешатом, мы подискутируем еще час, нам не хватит времени. А я вот еще раздерзываюсь. Я помешаюсь все равно. Значит, что происходит относительно с телевизием сейчас? Научно-технический прогресс, может быть и к сожалению, опережает нравственное состояние общества. Да, ну, я понимаю, пропают немножко в другой форме. Да, нравственное состояние общества. Так поэтому мы и собрались, чтобы вот этот баланс был. Потому что, когда научно-технический прогресс становится не для пользы человека, а над человеком, и в какой-то степени против человека, вот эта вещь опасна. Вот здесь и необходима баланс нравственного воспитания человека, для чего мы и собрались с вами. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ну вот, кстати, я позволю себе закончить свою ремарку. Последним. Просто, я же, спасибо за выступление. Как профессионал, профессионал, говорю, все конкретно. Что ведь еще сказал нам, уважаемый представитель масс-медиа, телевизионного масс-медиа, что в последнее время ситуация меняется. Да? Больше социально ответственности, средства массового отборчения. А теперь давайте подумаем. Она меняется. Почему? Потому что вдруг прозрели и духовно стали богаче те, кто делает контент, те, кто получает прибыли от рекламы. Да нет, к сожалению. Потому что другую политику стало проводить государство. И поневоле начинаешь думать о том, что в каком-то смысле, в каких-то обстоятельствах давление, цензура, если угодно, становится благом. Я понимаю, что из-за журналистов это звучит как своего рода кощунство, но, тем не менее, диалектика примерно такова. Я, понятно, что я подвожу к тому, чтобы предоставить слово представителю власти. Пусть нам Римма Атласовна, как и заместитель председателя боссовета, объяснит. Может быть, я ошибаюсь, может быть, делаю в том, что мы на самом деле. Да, и, кстати, представитель журналистов. Добрый день всем участникам нашего круглого стола и организаторам. Действительно, очень и сложные, и в то же время очень необходимые разговоры идут у нас сейчас. Я, когда получила предложение принять в нем участие, первым делом посмотрела всю литературу, которая у меня есть, и заглянула в интернет. Ну и, конечно, открылись сотни сайтов, сотни всяческих ресурсов, где огромное количество материала, и они как под копировку, как под кальку, как под ксерокс начинаются словами, что наша страна переживает духовно-нравственный кризис. Кризис вот именно в этой сфере. Почему? Ну, мы все относим это, начало вот этих вот процессов, да, к смене. В 90-м годах, когда менялась у нас общественная формация в стране, когда действительно были утеряны нравственные ориентиры, и, ну, где-то в какой-то степени нам внедрены вот цивилизационные модели, о которых говорил сегодня Владыка. Вот мы, люди старшего поколения, сами пережили и участвовали в этом, и действительно, вот как Эйшат Иванович говорил, много, наверное, и худо принесли в этом направлении, как журналисты, но большинство из людей, которые здесь сидят, пока им сейчас сидят здесь, они еще тогда не родились, они не виноваты в том, что общество стало таким. И вот у меня просто несколько мыслей, которые, может быть, к тому, чтобы поразмыслить над ними. Но действительно, вот эта смена эпох, начало 90-х годов принесла огромные изменения в нашу страну. Мы были все эйфорически вот объединены вот теми демократическими переменами, которые в стране начались. И они действительно шли к нам с Запада, потому что мы их не видели никогда, мы жили за железным занавесом. Это было, ну, так это казалось здорово. Вот сейчас на телевидении мы начали говорить о том, о чем никогда в жизни мы не слыхали, тут конокок не разговаривали. Это было вот упоительно на самом деле. Это были, с одной стороны, очень хорошие процессы, которые принесли нам много злобов, много прав. Но в то же время это были процессы разрушительные для нашей страны. Вот несколько, буквально штрихами, несколько примеров. К нам приезжало очень много представителей различных международных фондов. Они тоже много хорошего принесли нам. Но в то же время, вот если с высоты сегодняшнего дня уже мы начнем оценивать, что они нам несли. Они нам говорили о том, что вот страна наша такая, вот она неправильная, все наши руководители, там, ну, цари, там, и так далее, и нынешние во все времена были губителями, душегубыми, тиранами. История вся наша погрязла в крови, там, значит, море, там, разливанные этих кровавых историй, там, и так далее, эти все страдания, всевозможные, там, значит, души людей губили, там, и так, не только души, но и физически умерщвляли, там, и так далее. Из-под нас история неправильная, вот еще, значит, нету страны. Вот эту тему патриотизма, как бы, вымели из общественного пространства. Я тогда работала в газете «Молодежь Татарстана», никогда не забуду, значит, историю, когда к нам пришел один ветеран накануне, это был конец апреля, наверное, накануне, вот, Дня Победы, и, ну, сухи, за меня на глазах стал рассказывать о том, что вы пишете, почему вы так пишете, вот, об участниках войны, о людях, которые принесли эту победу. Я, говорит, вот сейчас дошел до такого, что я стесняюсь надеть свои награды военные и выйти на улицу, потому что я просто боюсь, что меня закидают камнями. Вот мы до чего дошли, это вот одна история. Следующая история, значит, вот полная фетишизация в сфере семейных отношений. Живи с кем хочешь, ни на ком не женеешь, детей не заводи, там, значит, однополые там взаимоотношения там и так далее, вот это все вынуло и к нам пришло. И мы итоги этого в полной мере пожимали вот уже в конце 90-х, когда у нас на 700, там 800 тысяч человек в стране начало сокращаться население. Ну, мы в Татарстане гораздо мягче проходили эти процессы, это надо сказать. Я сейчас не собираюсь делать доклад, может быть, и Александр Михайлович еще об этом скажет. Благодаря нашему первому президенту Митиму Шалибовичу Шамиму мягче проходили эти процессы. У нас был и патриотизм свой был, и возрождение, вот обращение к теме государственности, тысячелетие указаний, там, вот сохранение ценностей, мы по-другому проходили. Но в целом эти процессы в стране были. Вот это разрушение следующее, да, вот это разрушение семейных ценностей. И до сих пор мы это еще пожинаем, мы еще не перешли вот полное осознание, понимание этих процессов. Мы как бы не преодолели их. Следующий момент, бизнес. Вот действительно, Владыка, вы тоже об этом сказали. Это золотой телец, да. Сами по себе деньги, это не хорошее, не плохое, они даже больше, может быть, хорошее, чем плохое, потому что они помогают человеку обустроить свою жизнь, стать более независимым, что ли, да, хорошо жить, комфортно, там, и так далее, что-то уложить своих детей. Но когда это становится целью, и когда в сознание внедряется, зарабатывай как можешь, убивай, круши, взрывай, лишь бы только деньги к тебе пришли. И вот это стало целью уже целого поколения девяностых годов. Целого, ну, не всего, конечно, я никогда не говорю обо всех, но это понятно, но это была такая явная тенденция девяностых годов. И вот сегодня эти отклики есть, и вот это самоубийство в Горстане, это же тоже, вот, вкупе, может быть, все эти, значит, проблемы, которые я упомянула, вот вкупе, вот в одной семье воплотились они, и безнравственность, и вот этот золотой телец, там, и нелюбовь, там, ко всем окружающим, там, и так далее. Вот, это проявляется, это вносится на территорию всего, как бы, государства, на каждой из отдельных семей, судьб, это отражается потом. и действительно, вот оно такое было, ребята, вот на самом деле это было, это еще на самом деле не пройдено, и на сегодняшний день это не пережито еще, но говорить, когда мы говорим о сегодняшнем состоянии, о том, что мы в поиске находимся, да, еще один момент важный, который я хотела сказать, причем ведь это все, вот оно внедрялось, и падало на нашу почку, а у нас вот понимание религии, вот этих духовных ценностей, оно в обществе не было. В советское время вот религия, да, атеизм ее можно назвать религией, но если так же это религия, то это религия безбожия, не более того, это вот все то, что нам с запада принесли, это легло вот на такую почву, что не было ответственности, не было понимания высшего разума, не было, и вот это как-то, причем ведь вот сами-то они амбериканцы, они же очень набошные люди, они очень религиозные люди, у них в каждом отеле, в каждом номере лежит библия, человек, то есть придя с вечером домой, там если он не дома находится, придя в отель, он обращается к Богу, они сами очень религиозные, и в Европе она тоже очень религиозная, там если по социоисследованию посмотреть, от 70 до 90 процентов, люди очень верующие, но к нам они это все забросили, на абсолютную такую почву, на которой не было Бога, может быть если он был, но в таком всеобщем, массовом понимании ему не было, поэтому вот это все, и на сегодняшний день нам приходится это все переживать, и конечно политика государства изменилась, когда к власти пришел Владимир Владимирович Путин, мы увидели, что вот как пошло, значит это вот восстановление, возвращение к нам, этих понятий, вот патриотизма, да, понятия семейных ценностей, понятия того же социально ответственного бизнеса, и даже свобода слова сегодня по-другому абсолютно воспринимается, и я не к тому, конечно, говорю, что нам сегодня надо взять и отказаться от всех этих демократических ценностей, не боже мой, ни в коем случае этого допускать нельзя, потому что это огромные ценности, которые нами были выстраданы, они для нас чрезвычайно важны, и права человека, и свободы, но свободы в той мере, когда они не задевают ничьих других свобод, и не ущемляют никого рядом находящегося рядом с тобой. Поэтому вот такая тема, которую я хотела как бы вот вам забросить пока для обсуждения, но на этом, наверное, я остановлюсь. Спасибо, пожалуйста. Что сказать? Вот в общих чертах, наверное, так. Картина такова. Из позиции представителей ведущих конфессии, из позиции представителей светской власти, которые, как видите, принципиально не отличаются от ранее высказанных позиций, и даже с точки зрения телевизионной индустрии, они тоже за все хорошее против всего плохого. Я предлагаю перейти в режим вопросов и ответов, и не обязательно вопросов и ответов любой из присутствующих может высказать точно так же свое суждение, это не обязательно может быть в форме вопроса, но в любом случае просьба себя называть, ну хотя бы имя, да, и принадлежность к тому или иному институту или факультету. Давайте начнем. Поострее, поострее. Да, вот призыв поострее звучит. Ну я думаю, тут остроты должно хватить все. Да, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь. Здравствуйте. Горин Анатольевич, доцент кафедры религиоведения, институт СФН, КФУ. Вопрос вот какой. Сейчас здесь было много сказано о рисках, связанных с межконфессиональными отношениями, прозвучало, значит, много слов о ИГИЛ, ДАИШ, но сейчас появляются и несколько иные риски. Ну, например, у нас, в нашей кафедре руководит Лариса Сергеевна Астахова, эксперт, религиовед. Недавно произошла, в общем-то, общеизвестная история. Значит, Министерство юстиции выступило, Российская Федерация выступила с иском в адрес Церкви Савентологии города Москвы, такой вот организации. В числе прочих документов были, скажем так, привлечены, ну, прочих специалистов были привлечены к работе специалисты-религиоведы одной из экспертиз религиоведческих дел Ларисы Сергеевны. Суд посчитал данную экспертизу значимой и, собственно говоря, опираясь на нее, вынес решение данную организацию ликвидировать. Практически сразу после этого в прессе, в интернет-сообществе начинается просто-напросто травля. Причем человеку выдвигаются претензии даже не в профессиональном плане, а в плане конфессиональной принадлежности. То есть основная претензия, что верующий человек якобы не может работать религиоведом. Доходит до того, что выдвигаются предложения создать прецедент запрета на профессию. То есть у нас на кафедре работают представители и традиционного ислама, и православия, и лютеране есть, собственно говоря. И вдруг начинается вот такой процесс. В связи с этим, честно говоря, возникают два вопроса. Во-первых, насколько вообще можно рассматривать правомерно подобные предложения запрет на профессию, исходя из конфессиональной принадлежности. И во-вторых, как все-таки должны реагировать сегодня представители традиционных конфессий на подобные вызовы. Сегодня, собственно говоря, претензии по конфессиональной принадлежности выдвигаются человеку православного вероисповедания. Не долго к тот момент, когда завтра это могут быть представители традиционного ислама и других конфессий. Что делать? Спасибо, вопрос. Первое, я отвечу сразу прямо. Первое, значит, по религиозной принадлежности относительно работы президента Российской Федерации они еще не выдвинули. Он не отрицает себя, что верующий православный человек, да, правда, публично он же это делает, не смешивая свои функции как верующего человека и как главы государства президента. Можно я отвечу? Да, конечно. Поскольку, что касается известное вот это подбывание, когда вдруг обиде саентологов речь идет о другом. Эта организация, она запрещена во многих западных европейских странах. Во-вторых, эта организация далека от религиозных целей и задач. Совершенно иной характер носит. И поэтому, естественно, если мы сейчас опять пойдем по пути давления вот этого сообщества, организовать все очень легко. Сколько хотите постов сейчас сразу с интернетом бросить. Это явление аномальное и нормальным обществом принято быть не может. Вот и все. И мы должны об этом четко сказать. И вы правильно сказали. Сегодня православный, завтра мусульманину придет. Идет атака в основном на кого? На носителей традиционных религиозных ценностей. Вот и все. Спасибо за ответ. Есть какие-то уточнения еще по этому вопросу прозвучавшему? Может быть, в зале у кого-то есть? Может быть, здесь саентологи есть? Насколько я понимаю, они ведь себя считают церковью. И на этом основании предъявляют претензии уважаемому эксперту, что приверженец одной церкви не правит давать заключение для суда по делам другой церкви, по делам другой веры. Не в этом проблема. Я хотел только добавить, что мы сегодня начинаем потихоньку понимать, как функционируют социальные группы в интернете. И организовать любую кампанию против любого человека ничего не стоит. Это понятно. Причем самую грязную кампанию. Но недавно приняты были очень существенные законы, в том числе о защите персональной информации. и сегодня опираясь на эти законы можно идентифицировать и привлечь любого человека, который оскорбляет вас, переходит на личности, раскрывает какие-то личные информации. Прецеденты в России уже были. То есть если она хочет защитить свою честь и достоинство, законодательство по этому поводу уже есть. Может быть мы спросим человека, который подвергся западу? Да. Я могу уточнить защиту речных данных? Да. Я хотела уточнить только одну информацию. Личные данные, паспортные данные и адрес домашних не относятся? Конечно. Спасибо большое. Вы меня проинформируете, как дальше вы действуете? Тот человек, который один раз подвергся этим нападкам, для него, наверное, это удивительная вещь. Вообще средства массовой информации, особенно электронные как бы средства, они, знаете, и в комментариях, и в самом тексте делают все, чтобы манипулировать общественным мнением и комментарии являются частью продолжения самого текста. Это понятное явление и любой человек, который стал руководителем, не является им сегодня, он всегда подвергается такого рода нападкам, поскольку эти средства, они оплачиваются, либо финансируются, либо другая группировка всегда отстаивает свою точку зрения путем манипуляции. Это дело каждого, отвечать на эти вопросы, либо не отвечать на эти вопросы и не тратить на это время. Вот как ректор университета я должен сказать, что у нас есть электронные издания, всем известные, оно всегда работает до тех пор, пока люди не платят, либо через оформление рекламных каких-то вещей или еще чего-то. Это вещь, к сожалению, большому, это наша жизнь, сегодняшняя жизнь. Вы посмотрите, любое событие, идет куча комментариев. Я прочитал недавно то, что писалось, казалось бы, все нормально, как факт события было отражено, когда произошло убийство врача в набережной челнах. Почитайте комментарии, которые направляются по тому или иному направлению, тем модераторам, который там сидит, а то, что это модерируется, это очевидные вещи. И такое отношение, вот я здесь соглашен с Решатом Доносичем, когда он сказал, что не только телевизор, все, что происходит, это как зеркало отражения состояния нашего общества. Когда люди так относятся к людям, работающим белых халатах, наверное, там тоже не все идеальные, все мы представители сегодняшнего нашего общества со всеми слабостями, достоинствами, но то, что происходит, это говорит о том, что большая часть общества болеет, или больное общество. Нормальным здоровым обществом этого не происходит. Ни по конфессиональным признакам, это просто взяли, подсхватили, что профессор Астахова является православным. Если бы она была мусульманкой, писали бы то же самое. Просто люди восприняли экспертное заключение человека, как им нужно было на что-то опереться дальше, чтобы продолжить свои, ну, как бы, контр-действия. Для этого есть правоохранительные органы, просто надо, чтобы они своевременно исполняли, в том числе и эти свои функции. Спасибо. Александр Михайлович Терентьев, департамент внутренней политики парада президента Татарстана. Я бы хотел добавить то, что это не частный случай, то, что эксперты, Вадим Козлов, где он там, у него это постоянная практика, потому что центр экспертиз, когда работает, получается так, что экспертное заключение, с ним обязательно готовится, вернее, знакомится в судебном процессе, та сторона, которая представляет закрываемую организацию или какую-то структуру, относительно которой иск. И в любом случае ознакомление оно обязательно. И в рамках процессуального дела сегодня, к сожалению, такой пробел есть, и действительно эксперты оказались на передовой. В этом плане это действительно мужественные люди, но пока пробел существует, видимо, какое-то время придется этим мужеством крепиться, да, Илья Прокомович? Нет. Поэтому, коллеги, ситуация такова, какая она есть. Спасибо за уточнение. Еще одно. Так, молодые люди, где-то здесь, по-моему, чья-то там была рука, нет? А вот молодежь, ребят, давай. Ну вот, да, пожалуйста, вот чья там, чья рука сейчас в воздухе остается? Девочки, дайте, дайте, микрофон. Вы просто следите, кто с микрофонами. Вот видите руку, прямо раз туда микрофон сразу. Что же, вот молодой человек стал включать микрофон и говорить, а то он так долго не ждет. Амбушаев Роман, Казанский федеральный университет, факультет международных отношений. В рамках выступления прозвучали темы по поводу религиозных, так называемых религиозных экстремистских группировок. И хотелось бы такой задать вопрос, уточняющий. на ваш взгляд, почему представители нашей молодежи вступают в ряды этих так называемых религиозных группировок? Как мы видим, эта проблема очень актуальна на сегодняшний день. вот такой вопрос. Спасибо. Давайте. Даже недавно мы читали одного еврейского мальчика, поймали на границе, то есть он иудей, из иудейской семьи, интеллигентной семьи, и он пытался вступить в ИГИЛ. То есть там был допрос, почему ты так делаешь, просто там все настоящее. То есть я устал от этих интернета, от всего, а там вот кровь, там все живое, там настоящая жизнь. То есть я это сказал. Также, что касается тех ребят, которые думают, что я не зря привел эти два реваята, два хадиса, просто чтобы показать, что у этих людей нет никакого отношения к нашей религии. Порой люди заблуждаются, и когда этот мир не попадает им в руки, они ищут какие-то альтернативы. И вот даже мы читали, изучали историю одного человека, который поддался в те ряды, просто вот он вышел из тюрьмы, жена его пилила, работать у него не получается. Он говорит, что она, ну то есть он пишет, сам отписывается в соцсетях, что она мне проела всю плешь, он психанул и уехал в ИГИЛ. То есть как я уже говорил в реваяте, в саяхручу акуамун выдут люди буафа слабые лаюббагу лагу, которым никто не придает никакого значения. То есть у них нет опоры, не реализованный человек, и вот он идет туда. Что касается фундамента в идеологии, именно ДАИШ, мы хорошо общались с человеком, который хорошо их изучил, он с Египта, сейчас он является советником президента СИСи, Усама Махмуд аль-Азгари, и вот этот ученый написал книгу «Явное истинное повержение тем, кто играет с религией». И он приводит семь основных причин, на что они опираются. То есть причины для грамотного человека это очень все просто. у нас же книга есть, вот она. Усама саид Махмуд аль-Азгари явно истинная и здесь как бы идут семь вопросов. Первый это хакимия. Террористы они опираются на аят, 44 аят суры Мааида, это 5 сура, 44 аят. «Вамалям яхкум бима анзар Аллаху фауляйка хуму кафирун» «Те, которые не судят по шариату, не судят потому, что не спасал Аллах, они являются неверующими и оттуда идут уже остальные проблемы. В этой книге это очень хорошо объясняется, что у них нет никакого фундамента, дальше они делят мир на две полярности, то есть мусульманское государство и государство неверующих, хотя богословы этого не делали, это тоже объясняется, поэтому у них есть 7 постулатов понятия родины, они это размывают, что мусульманин якобы у него не должно быть нации, мы все мусульмане, как бы все это размывают, но хотя Всевышний Господь нам говорит я вас создал племенами, народами, нациями, для чего, чтобы вы познавали друг друга, значит сохранение языка, сохранение традиций тоже входит в приказ Господа, ну ознакомьтесь к ним. А я все-таки хотел подавить, вся проблема вот в чем заключается, вот мы сидим, если сделать сейчас такой соц опрос, выбрать десяточек прям просто выбрано, и пожалуй почему-то я уверен в крайнем случае за славянские наши корни к моему сожалению незнание своих традиций, незнание своих религиозных корней. И вот здесь вот стоит задуматься и власти над этим вопросом, потому что если мы не способствуем знакомиться с религией своего народа, с традицией и культурой своей страны, то невольно люди, особенно молодые, подпадают под влияние таких экстравагантных сил различного характера, саентологи, не знаю, это меня буду называть, чтобы кто-нибудь сейчас не придрался, да, то, что мы называем септы, или такое уродливое явление вообще, как ИГИЛ. еще раз повторяю, безграмотность нашего народа на протяжении ста лет и особенно вот сейчас, вот ребята молодые, я обращаюсь вот к вам и к мусульманскими корнями, и к брату славянину, который здесь сидит, вы знаете, неиссякаемый источник ценностей религиозного удовлетворения, вот к ним надо обращаться, давайте подумаем, как это все делать, и тогда вот эта манящаяся экстравагантная жизнь, где-нибудь бегая с автоматом и проливая кровь, уйдет на задний план. Спасибо. Можно еще буквально два слова, на самом деле, Роман, очень интересный вопрос, вот все, о чем мы говорим, да, духовно-нравственные вот эти принципы, вот они реализуются в одном этом поступке, вот если у человека нет стержня, действительно, если он невежда, если он не знает своих корней, если он не любит людей, если он абсолютно безответственен, а как правило эти люди еще абсолютно слабые, я недавно видела один сюжет вот про этого парня землянка по фамилии, участвовал в секции там боевых искусств, подавал надежды, шикарный такой сложенный хорошо парень, но он был трусом в душе, он не мог никогда побеждать в этих даже своих боях, потому что он даже вот по правилам не мог Владимир Владимирович скрепов, когда нету человека, вот тогда он, да, это человек, который нет парусов, ему абсолютно все равно куда плыть, а туда заманивают, там вот того, что мы здесь не можем им дать, там много обещают, вот, если у тебя стержней нет, ты, конечно, плывешь туда, ну как бы, куда попутный ветер дует. Так, есть вопрос, вот с левой части зовут. Здравствуйте еще раз, меня зовут Юрий Барыгин, я Института социально-философских наук, отделения конфликтологии, у меня появился такой вопрос о вообще развитии вот государства разработало и ввело в саму систему стратегию государственной национальной политики, как мы знаем, до 2025 года. Если брать инициативу от представителей духовенств, можно ли разработать что-то такое же на основе именно и введения в социальную структуру? Еще сразу, что касается Русской Православной Церкви, то Русская Православная Церковь разработала социальную концепцию, вы не знакомы с ней? Нет, к сожалению, нет. Я вам обязательно подойдете ко мне, я вам где-то социальная концепция, это целый большой труд, который разрабатывал еще митрополит Кирилл, ваш покорный слуга, тоже был участником, где практически даны все ответы на многие вопросы взаимоотношения Церкви и государства, Церкви и общества, Церкви и между другими членами, да? поэтому такая концепция у Русской Православной Церкви есть. Другой вопрос, что касается внедрения в государственную концепцию, концептуально, возможно или нет, это вопрос уже другого характера, но в этом направлении, вот сейчас у нас вот межпарламентские чтения, ваш покорный слуга приглашен, где будет сейчас на рождественских чтениях встреча с депутатами и Государственной Думы, и Российской Федерации, и Советом Федерации, тоже эти темы обсуждаются уже сейчас. Я знаю, что в этом диалоге участвуют и мусульмане. Большое спасибо, я хочу дочтения, не будет дополнений по поводу возможностей. Я хотел здесь несколько слов сказать, Юрий Прокрович, дело в том, что вот тем более у вас кафедра такая, но вы-то должны об этом узнать, значит, на треть образовательных программ, она вариативна, и сегодня в университете можно это внедрять хотя бы в ознакопительном характере, поэтому соответствующих моих коллег я прошу на карандаш взять, поскольку это очень плохо, что наши студенты не знают то, что сегодня есть в наличии. Спасибо. Спасибо. Так надо, коллега, надо это делать, не предполагать. Будет уточнение? Микрофон, пожалуйста, дайте. Я думаю, если мы все начнем отвечать на одни и те же вопросы, у нас просто коллеги, студенты не смогут задавать вопросы. Пока не видно лес и рук, вот в чем проблема, а так, все хорошо. Понимание к вопросу государственной концепции реализации национальной политики, она включает в себя и в любом случае религиозный фактор. у нас церковь, религия отделена от государства, но все процессы, которые проходят в обществе, безусловно, государство не может быть безучастным, потому что в обществе происходит. Поэтому активно развивается государственное и консенсиональное отношение и с русской православной церковью, и непосредственно с мусульманской умой. И то, что Владаика сказал про концепцию, такая же концепция, в этом году в Болгарии была подписана доктрина, социальная доктрина мусульман Российской Федерации, подписали наше духовное управление, центральное управление мусульман России и духовное управление мусульман Российской Федерации. Три главные централизованные организации. И там тоже сформулированы позиции отношений государства. Грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо, все позиции даны. Ясно? Еще Бердеев там был. И четко. Северный Кавказ тоже был, но он там не подписывал, он был участником этого процесса. Но эта доктрина, она открытая для подписания, ее специально сделали открытой. Это, наверное, принципиально важно, что сегодня все вопросы, которые в общем находятся, они в рамках этого концептуального документа рассматриваются. Спасибо. Вопросы из центра зала был. Здравствуйте. Давляд Шантимура, Институт международных отношений и истории и востоковедения. Хотелось бы узнать ваше мнение о факультетах теологии, в вузах и духовных образовательных учреждениях. Могут ли они конкурировать и в чем? Кому бы вы адресовали вопрос? Ну, вообще, всему кругу. Тем, кто ответит, да? Что же? Вы имеете в виду теология в университете, да? Да. И, допустим, семинары. Да, учитывая разные специфики. Вы знаете что? Я думаю, что здесь очень важно, чтобы все-таки было сотрудничество. Потому что, когда, если мы будем говорить о богословских истинах в семинарии одно, а в институте на теологическом факультете будут говорить другое, это очень мекина в голове получится. Он будет, с одной стороны, считать себя богословом, государственный теологический факультет и окончил. А по сути, ведь все-таки надо, мы же всегда обращаемся к специалистам, правда? Если геолог, то геологи должны в какой-то степени быть специалистами и консультироваться. И даже университет. Это не зазорно для университета будет, когда мы вместе собираемся и иногда, может быть, будем о чем-то спорить. Но, чтобы выработана была какая-то общая конва понимания тех или иных истин. Еще раз повторяю, без этого мекина в голове. И опять споры лишние. Мы все-таки должны научиться находить консенсус. Так, может быть, проще убрать теологию из светских вузов, поставить религиоведение и все, вот и мекина не будет? Да нет, почему же? Не надо. Мы так долго шли к теологии, а вы опять подменять хотите? Не надо подменять. Вы опять назад. Это Игорь, я с этим прогресс. Я тоже свою позицию хочу выразить. Я за четкое разделение духовного и светского образования воспринимаю теологию как науку, а духовные семинарии как людей, готовящих деятелей культа. Это разные вещи. Это моя точка зрения. Не совсем согласен. Значит, духовная академия и духовные семинария это кроме того, что подготовка служителей культа, но это также и научная деятельность. Вы знаете, поскольку касается университета, я тоже скажу несколько слов. Я это пытался сказать в самом начале вступительном слове, когда даже возвращался к делу экскурс в историю. В императорском университете все эти вещи были смешаны и именно представители духовной православной академии читали соответствующие курсы. Мы сегодня и наоборот и мы сегодня готовы. Университет это не только место, где спич дается в одну сторону, но это место, где обсуждается некоторые проблемные вопросы и вопросы на понимание, поэтому пожалуйста. Ректорунинский поклон и путь на сотрудничество. Спасибо. Пожалуйста. Можно с вами? Добрый день. Можно у нас плохо... Есть уточнение какое-то? Если коротко, пожалуйста. Еще один вопрос. Давайте микрофон уже завладел, что теперь? Вопрос хотел бы митрополиту задать. Сегодня в рамках круглого стола вы назвали атеизм тоже религией и хотелось бы немного поподробнее узнать вашу позицию в отношении этого вопроса. Это очень долго. Я просто скажу, у нас честь членов политбюро местных икон обязательно в заведениях висели члены политбюро как иконы. Мы поклоняемся иконам, мы это со святостью обращаемся. А здесь иконы членов обязательно были. Святой уголок обязательно был. Владимир Ильич Ленин зачем же бедного его так мучить, что до сих пор его мощи лежат. Они правда не святые, но опять и только послоняются мощам. Есть богаты, которые тоже как догматические истины. Церкви богаты, они не так сказать непреложны. Так и в атеизме есть вот только так и нас как бога нет и все потому что так атеизм решил. Поэтому это отдельно. Приходи и я тебе расскажу. Спасибо. Кажется будет еще один новообращенный. Вопрос Рафик Рафик Мухаммедшевич выдвинул точку зрения о том, что исламский теолог на нашей специальности в университете не может быть немусульманином. То есть он говорит о том, что такая специальность предполагает, что человек является верующим мусульманином и не может быть другого вероисповедания. Я хочу узнать вашу точку зрения по данному вопросу и является ли ну некая такая невозможность, что в нашем советском вузе обучаются немусульмане на данном направлении и как вы смотрите есть ли разница между светской исламской теологией и религиозной. Большое спасибо. Просто как подойти к этому вопросу. Если рассматривать как науку, то конечно тут может обучаться человек любой конфессии. Наверняка когда Рафик Хазрат назову его Рафиком Мухаммедшин произносил эти слова, он подразумевал, что теология это равно богословия как скажем религиозную направленность то в этом плане конечно имамы в мечети не может быть православной как я не смогу никогда стать владыкой. То есть невозможно оборот наоборот не допустим вопрос правой части у нас у нас был такой священник полосин отец он вдруг был священник и был моим подчиненным принял ислам и стал не мухтем но имамом вопрос справа пожалуйста Виктор Туманин Институт международных отношений истории восстанавливания у меня вопрос такой в последние годы в последние десятилетия религия действительно начинает играть все большую роль в нашей жизни и в обществе в том числе и у нас в Татарстане появляется все больше людей религиозных но при этом мы все живем как бы в рамках государства и вот у меня такой вопрос как вы считаете это у меня вопрос в первую очередь к представителям духовенства как вы считаете человек религиозный человек духовный вне зависимости от своего вероисповедания что он должен как-то вперед для себя ставить считать более приоритетным конституцию страны законы или Библию Коран и другие священные в первую очередь оставаться человеком быть честным человеком мне обычно задают вопрос вот пост идет а что есть можно что нельзя я всегда отвечаю первое что начинаете не есть друг друга и поэтому когда мы говорим о том что первое что вторичное допустим постулаты Библии они не противоречат и нормам государственным как таковые постулаты любить свою родину защищай родину любить родителей социально то есть это ничего тебе не мешает но есть но когда вдруг появится у нас в нашем законодательстве норма которая будет строго противоречить нравственному состоянию ну вот скажем норма законодательного характера вдруг у нас не дай бог я думаю что не появится однополая брагия да и она будет законодательной носить характер вот здесь уже совесть моя как религиозного человека если меня будут заставлять исполнять вот исполни всю эту норму нет не исполню потому что это противоречит моему внутреннему религиозному чувству и Библию ответ Библии дан как относиться к однополым брагам дан садом и комором всем известно спасибо пойдемте девушке здесь все добрый день меня зовут Мишка Анна института психологии и образования в рамках программы связан с материнством не так давно у нас в КФУ был всероссийский форум который назывался многовековые традиции семьи фундамент будущего России где обсуждалось что необходимо проводить уроки нравственности в школах какие методы необходимо задействовать в нашем обществе для формирования духовно-нравственных целей у более старшего поколения то есть вы сейчас спрашиваете как воспитывать вот людей например моего поколения нравственности это нет это 5 лет примерно понимаете вы задаете вы носители как религия эти ценности они известны вы корни славянские или какие у вас приходите там мы работаем полтора часа есть еще сейчас отверточку дополнить это да конечно одно там больше лично о том чтобы уроки семьеведения вести в школе потому что дети не знают что такое семья у некоторых нет семьи ну как семья семья есть даже если одна мама это все равно семья но они видят отца некоторые отцы в одиночку детей воспитывают у некоторых и мама и папа есть но семейных традиций никаких нет и взаимопонимания взаимоотношений нет больше шла речь об этом но все-таки нравственная составля нравственная была я тоже присутствовал на этом форуме знаю да тут все вместе добрый день уважаемые участники сегодняшнего круглого стола мы резиданты помечены институт филологии межкультурной коммуникации мы сегодня много говорим о очень важной и больной теме но не кажется ли что в общем-то эти вопросы уже звучали и ответы на эти вопросы были уже даны и были даны в нашей культуре в культуре в литературе когда мы говорим о духовно-нравственной культуре молодежи о традиционных ценностях российского общества мы забываем то что было и то что давало результат это русская литература русская классика это российская литература литература нового российской федерации ведь на все эти вопросы уже были ответы Львом Николаевичем Толстым, Достоевским, Буниным, Чеховым, «Человек и общество», «Ответственность человека», «Гуманизм». Не кажется ли вам, уважаемые коллеги, что вот эти проблемы возникли в связи с тем, что наша молодежь стала меньше читать? Это первый вопрос. И второе. Я знаю, что в Санкт-Петербургском университете есть такой курс по отечественной литературе, причем он читается не только филологом, но и читается физиком, химиком и другим специалистом, потому что литература — это тот стержень, о котором говорила Рима Атласова, тот духовный стержень. И также Владимир Владимирович Путин, когда говорил о духовных скрепах российского общества, он говорил о русской классической литературе. Ильшеб Равкатович, есть ли возможность введения студентам Казанского федерального университета вот такого очень важного курса, который поможет определиться на нашей молодежи и укрепиться в своей духовности? Спасибо. Я так понял, вопрос адресован мне. Не зря я так все время показывал направо. Как говорится, напросил. Вы знаете, мы на сегодняшний день большому сожалению не реализуем один тезис. Это когда студенты выбирают себе предметы по выбору. У нас так получилось, что есть государственные стандарты. Хорошо, что статус федерального университета позволяет нам сейчас вырабатывать собственные стандарты и в ряде естественно-научного блока институтов мы это начали делать. Ну и частные примеры это инженерный институт, институт или высшая школа информационной технологии, систем. И задача сейчас поставлена вот с учетом того, что наши выпускники должны не только заниматься наукой, но и научились бы реализовывать свои исследовательские продукты в жизни, то есть коммерсализировать. Мы начинаем рассматривать вопросы чтения лекций по предпринимательству практически на всех курсах. То же самое можно, конечно же, сделать и по артистной литературе. Но эти вещи, они входят в одну треть вариативных составляющих и, наверное, должны быть сделаны по выбору. Когда мы говорим о выборе, мы всегда должны сразу же и дать предложение по механизму реализации этих возможностей. Поэтому мы сейчас предлагаем, будем студентам, вот с Нового года на ряду факультетов, это уже начнет внедряться, когда студент берет, смотрит курсы и лекции, необходимые для получения соответствующего диплома государственного образца по любому предмету. Он их может пройти интерно, до этого будут созданы возможности для сдачи экзаменов. До этого мы и говорим, что будут электронные ресурсные базы и так далее. А дальше, чтобы пустую время не тратить, находясь в университете, он будет определяться, какие курсы он будет посещать. Это и плюс во время трудоустройства после выпуска, поскольку будет диплом. Я условно говорю, вот митрополит говорил, геолога, и там будет перечень специальности, которые он проходил. И, ну, я условно говорю, курс либо по предпринимательству, либо по биологии, либо по русской литературе. Вообще то, что вы говорите, конечно же, сегодня нужно делать. Вот здесь Шатлина спросил поднять руки людей, которые сегодня читают газеты, и оказалось, что их очень мало. Если мы, но я не говорю, что филологи, если мы придем к физикам, институтам нашим, естественно, научного блока, и поднимут руки, кто читал в оригинале, даже ту литературу, которую положено читать в школе, вы знаете, могут руку поднять, но вряд ли расскажут о сути этих произведений. Вот хороший, яркий пример, то, что произведение «Война и мир» Ивана Николаевича Толстого читал сегодня. И, честно говоря, тоже был участником этого процесса и с достаточно большим трепетом зашел, замово ощутил, во-первых, это произведение, во-вторых, это чтение этого великого произведения проходило в историческом музее нашего университета. То есть, по сути, стены, рамы, где, наверное, я так думаю, и Лев Николаевич тоже находился. Поэтому к этому надо возвращаться в разных проектах, в разных ситуациях, только это не должно быть чисто событийное явление. У нас многие вещи, к большому сожалению, делаются вот событиями. О этом же, кстати, говорил наш психолог, когда мы вчера с президентом республики открывали вот университет талантов по проекту Александра Михайловича Терентьева. Там, точнее, не психолог, а социолог наша выступая, говорила, что наша молодежь, она привыкла к тусовкам и привыкла к событийным различным вещам и к ярким мероприятиям, праздникам. Эти мероприятия не нужны, но когда ты к этому делу привыкаешь, ты все время только бегаешь по этим тусовкам, потом приходишь на завод и окунаешься в реалию действительности. Это тяжелый труд, и вот здесь возникает определенный конфликт внутри человека. Вот я тоже хотел ответить, почему там, куда-то уходит, бегил, либо в группировке, либо еще куда-то. Эти вещи происходят от того, что человек чувствует свою невостребованность в нашем обществе и есть внутренний конфликт в ситуации, с которой он сталкивается. Он неудачник по жизни, вот здесь, либо в семье, либо еще где-то. Поэтому нужно побольше давать нашим молодежам, нашим студентам возможности в любом направлении. Самое главное – оказывать содействие и возможности трудоустройства. Когда мы говорим о трудоустройстве, я как бы уже долго говорю, наверное, но думаю, это будет тоже полезно. Для всех людей предоставить высокотехнологически хорошо оплачиваемые рабочие места возможности нет. У нас еще бизнес этому не готов. Поэтому мы когда говорили о курсе предпринимательства во всех направлениях, мы говорили о том, что наши молодые люди должны себе рабочие места создавать сами и зарабатывать на это. Другое дело – мы не должны, и вот этому посвящена наша сегодняшняя встреча, на ответ на вопрос, кого мы выпускаем. Достаточно ли, когда люди с дипломом Казанского федерального университета являются профессионалом в своей узко выбранной теме? Либо это недостаточно, либо мы должны воспитывать в том числе и человека патриотичного, который вкладывает все свои знания, в том числе и полученные в университете, именно на развитие собственной страны. Ведь проведенный опрос, значит, оказалось так, что наиболее талантливые наши выпускники хотят найти применение своим знаниям и компетенциям где-то за пределами нашей страны, при этом говорят, что мы считаем, что я могу свой труд, свои знания продать дороже, чем сегодня могут предоставить нам работодатели, находящиеся на этой территории. Этому же посвящены, я думаю, и все те инновационные площадки, которые так интенсивно продвигаются в республике. И технополисы, и особые зоны, и бизнес-инкубаторы, и все другие вещи, они как раз на проявление самореализации молодых людей. Но когда они и здесь не могут самореализоваться, они начинают искать. То есть внутренние амбиции, которые мы, к сожалению, иногда делаем, как бы не задумываясь о будущем этих людей, он амбициозен, он считает, что он очень талантлив, но самореализоваться не может. В этом случае он начинает искать для самореализации. Вот здесь. В этом случае надо просто успокоиться, сходить либо в мечеть, либо в церковь, либо почитать нашу классику. И все. Я с вами согласен, даже в «Войне и мира» мы найдем ответы на многие эти вопросы. Вот извините, что так долго говорю. Спасибо, Петр Акадьевич. Но по характеру выступления вектора понятно, что мы завершаем круглый стол. Это фактически подведение итогов. Есть у кого-то из спикеров кто-то тоже сказать в завершении? Я только могу констатировать, что в последнее время приходящие к нам на работу студенты, закончившие гуманитарные факультеты, к сожалению, мало читают. Я не знаю, почему это происходит. Я считаю, что уходили в очень серьезную, важную проблему. Но у меня нет решения. Потому что мы знаем, что да, я истаю читать. Да, все время уходит на общение в социальных сетях. Но последний характерный пример. Демка, я буду сниться, Иньяза. Пришла ко мне, я спрашиваю, что читали? Ну, молчит, я спрашиваю. Это читали? Нет. Это читали? Нет. Это читали? Нет. Я говорю, что закончили? Я говорю, что же вы ничего не читали? А я говорю, зато я какие-то там тысячи сдавала по оригиналу Георгия. Я говорю, ну, все, спасибо. На этом мы и до сих пор закончили. А меня к молодежи. Я хочу прочесть четверостишее, а вы его обязательно запомните. В наше время нам очень актуально. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, Остановись, как лошадь мыля, Почую пропасть у копыт. Уходите от пропасти. Остановитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Только трех словах. Уважаемые ваше высокопресвященство, муфтий и ректор тоже. Наверное, вот я к вам в основном к 3-й попрощаюсь. По-моему, здесь многим понравилось то, что происходило. А, нет, вы представили. Священник Кирилл Бухарая. Казанское православное духовное семинарие и доцент в картере религиологии. Может быть, нам задуматься над тем, чтобы сделать, ну, может быть, не в таком формате, а в каком-то ином, все-таки встречи с духовным студенчеством и преподавательской корпорацией с духовными лидерами, ну, как бы, на регулярной основе. Ну, что касается меня, мы говорим. Гладко всем приемлем, ничто же вопреки глаголям. Спасибо за предложение. Ведь я же, когда начинал нашу встречу, как раз этого и начал. Большое вам спасибо, что, во-первых, вы поддерживаете это. Может быть, нам нужно эти встречи сделать более тематическими, то есть такими сфокусированными на НКТ-теме, потому что сегодняшняя эта первая как бы в таком формате встреча, можно, наверное, ее считать по выработке предложений и на дальнейшей нашей встрече. Давайте, как будем готовы, либо ежеквартально, может быть. У нас есть так называемый формат политический, для сковородок, можно ее в другой формат повернуть. Я не возражаю, площадка университета всегда открыта, и мы готовы к встречам по любым животрепещущим, актуальным, и, может быть, даже иногда для нас, ну, для поколения более старшего возраста, не очень удобным разговором и встречам. Лучше мы эти встречи проведем вместе с нашими молодыми людьми и с ними все проблемные вопросы на площадке университета и круглых столов. Я просто, я думаю, так мне модератор большинства не даст. Я хочу сказать огромные слова благодарности нашим руководителям наших основных конфессий, нашим гостям, экспертам. И, шатер, я вас сейчас прошу не рассматривать, вот накат, как молодежь говорит, на телевидении, в личном, значит, он сегодня изъявил желание и начал преподавать в стенах нашего университета как раз из тех разговоров, которые вместе с ним у нас возникали. Он все время говорит, ну, кого вы сейчас воспитываете, кого вы воспитываете, кого вот факультет журналистики нам присылает. Я говорю, знаешь, что я сейчас для нас? Вот у тебя есть миссия вернуться в университет и воспитывать именно тех людей, которые с твоей точки зрения сегодня свободно будут работать в одном из наших ведущих телеканалов, которым ты руководишь. И он создал лабораторию, поэтому я вас приглашаю всех, кто заинтересован и в вопросах воспитания, и нашим руководителем. Мы открыты. Давайте, дайте предложение. Я с удовольствием готов идти на встречу. Тем более, вот, Муфти у нас уже в ресурсном центре присутствует, ведет занятия. Пожалуйста, Владыка, мы всегда готовы будем встречать с вами. Спасибо всем за внимание, за терпение, за интерес. Будем встречаться. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова